На площадке культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» состоялся финал ежегодного республиканского конкурса «Мисс Татарстан-2021». О том, кто стал обладательницей заветного титула, узнаете в сюжете Дианы Жиленковой. Дианы Жиленковой. Порой и этого недостаточно, чтобы стать заветной «Мисс». Наш конкурс призван не для того, чтобы собрать девушек и их продемонстрировать широкой публике. Наша задача – воспитать обаятельных, привлекательных, образованных девушек, которые могут по-настоящему называться красивыми. Сложно представить, какое волнение испытывают девушки за кулисами. Но это не мешает уверенными шагами дефилировать по сцене, демонстрировать свои таланты на традиционной визитке. И, конечно же, облистать умом на интеллектуальном блоке. Лишь к полуночи были объявлены первые победительницы в номинациях. Прозвучал и Казанский университет. Обладательницей титула «Мисс Казань-2021» стала студентка третьего курса Института управления экономики и финансов Лейсан Тагирова. Очень приятно, приятной неожиданностью. Может быть, жюри увидело в моих глазах, что я на самом деле очень хочу стать обладательницей титула «Мисс Казань». Я понимала, что нужно в первую очередь пытаться сохранять спокойствие на сцене и, конечно же, быть естественной самой собой. За прошлый год Лейсан Тагирова завоевала еще несколько титулов. Стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс КФО», а также стала красой студенчества Республики Татарстан. Но на этом таланты представительниц Казанского университета не заканчиваются. Ведь самый главный титул «Мисс Татарстан» завоевала студентка первого курса юридического факультета Дина Юнусова. У меня было такое чувство, что у меня просто камни в ногах. Я просто не могла сдвинуться с места. И когда мне надевали корону, у меня тряслись губы. Это видно на видео. И Зольда Генриевна меня успокаивала. Она меня вот так схватила за плечи и говорила мне в ухо «Дина, успокойся». Но я просто не понимала. У меня было такое состояние, будто я сплю. Состояние шока. И, наверное, если даже очень захотеть специально испытать такое чувство, человек его просто так не испытает. По словам Дины Юнусовой, решение об участии в конкурсе было принято спонтанно. Сама девушка хоть и изучает юриспруденцию, но при этом уже прошла обучение на стилиста в Москве. В будущем Дина Юнусова хочет создать собственный бренд одежды. Ну а пока что девушка будет готовиться к конкурсу «Мисс Россия». Для этого нужно будет проделать много работы над собой, чтобы успешно подготовиться к финальному кастингу и его пройти. Но не из модельной сферы. Я планирую дальше продолжать обучение на юриста, соответственно. Я максималистка, и поэтому в моих планах получить красный диплом. Ну и что касается сферы моды, это развиваться дальше в этом направлении также. По мнению девушек, а также основательницы конкурса Изольды Сахаровой, красивый человек должен быть красив как внешне, так и внутренне. Мы стараемся показать действительно настоящих девушек, которые естественны, без фальши, без высокомерия, без наигранности. Вот все то, что принято вообще в обществе, в любом обществе называть красивым человеком. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.